Куря, всем привет! Друзья, всем привет! На острове Маврики мы случайно наткнулись на объявление, что в одном из спортивных комплексов, который только что недавно открылся, разыскивают тренера по художественной гимнастике для местных девочек. И мы сегодня для интереса из отеля выехали посмотреть, что за центр, как он выглядит, что такое вообще спортивный центр на Маврики. Его только недавно открыли, и мы сейчас делаем для вас небольшую экскурсию в Севелии. Здесь очень много интересных развлечений, и вам, наверное, будет интересно посмотреть, как вообще здесь это все устроено. А потом будем искать площадку. Договорились! В общем, как я понял, это частный спортивный центр, его построил какой-то француз, и здесь очень много активности для белых людей. Сюда обычно местные люди не ходят, потому что, наверное, дорого, вот, и здесь есть и фитнес-центр, и корт для футбола, мини-футбола, волейбола. В фитнес-центре есть все. Я пока не знаю, какие здесь цены, сейчас узнаем, сколько что стоит. И, друзья, здесь очень интересный есть вид спорта, который как бы как теннис. Ну, смотрите, он играется вот такими маленькими ракеточками, и людям очень нравится в него играть, потому что они играют даже от стекол. То есть, смотрите, если мячик уходит, то они раз от стекол тоже могут отбивать, и, соответственно, таким образом играть. Так, Эволя, пойдем покажем, что у нас здесь еще есть. Здесь, ну, не у нас, а в этом центре. Значит, площадка для мини-футбола. Смотрите, вот такая вот с искусственным газончиком. Так, Эволя, тут что находится? Тут какие-то вещи, да, тоже спортивные. И, Вось, не надо прям везде залазить. Так, смотрите, значит, люди играют. И вот люди собираются, играют. Видите, какие-то есть сборные, разборные трибуны. Играет музыка приятная. И вот этот вид спорта, говорят, что его недавно придумали. И сейчас это просто бум среди людей. Смотрите, вот такие вентиляторы повсюду. Очень мощные, очень сильные. Также есть отдельные местечки для игры в сквош. Это так называемый тоже теннис, но люди играют через стенку. Тоже вот люди, видимо, берут частные уроки. Тут, видите, есть один аквариум со сквошем, второй аквариум со сквошем. И вот это вот все преподают здесь олимпийские чемпионы. Вот эта вот девушка, которая сейчас стоит рассказывает, она олимпийская чемпионка, и она из Франции. Также есть несколько еще таких заведений. И в основном... А, вот смотрите, есть пинг-понг. Есть детская игровая площадка для деток. Не знаю, конечно, она платная здесь или нет, но, видимо, люди, которые здесь занимаются, они приходят, привозят сюда детей, и ребятишки здесь играются. Так, вот есть, смотрите, какой-то... Я не знаю, что это. Может быть, это симулятор поездки на автомобиле. Не знаю, как это работает. Какой-то аттракцион, или, может быть, здесь учатся на права. Это мы еще узнаем. На втором этаже находится ресторанчик. Сейчас мы зайдем его посмотрим. И здесь, смотрите, есть корт теннисный. Теннисный. А, нет, это для бадминтона, скорее всего, площадочка. Здесь, говорят, бадминтон очень сильно развит на Маврикии. И вот это, опять же, игра, вот эта... Как она правильно называется? Она называется теннис-падл. Падл-теннис. В общем, смотрите, люди подают и имеют право потом играть от стен. Причем, такие интересные здесь ракетки. Видите, ракетки не такие большие, как в обычном теннисе, но очень такие, мне кажется, легкие. В общем, попробуем. И видите, люди... Ну, видно, что это люди непростые. Наверное, люди какие-то богатые, даже я бы сказал. Вот они любят играть в этот... Так, дальше за этим, значит, местом для игры есть скалолазная. Гора для скалолазания. Смотрите, можно здесь скалолазанием заниматься. В общем, все активности, которые можно придумать, они все есть. И смотрите, друзья, здесь очень интересное место, где проводятся какие-то занятия сейчас. Вот сейчас вот идет какое-то занятие по стретчинге, аэробике или чему-то еще. И вот люди, которые на Маврикии живут, у которых есть возможность, видимо, финансы, они приходят и занимаются вот таким образом. Видите, какой-то тренер очень крутой, тоже из Америки, что-то преподает, растяжку. До этого они прыгали, бегали. А сейчас уже, видимо, конец занятий. И, как я понимаю, в этом же зале как раз-таки тренируются девчата для художественной гимнастики. Не сказать, что прям огромный зал, но все необходимое есть. И самая интересная особенность, что вот это вот, это не окна, друзья. Здесь, представляете, вообще нету окон. И, по сути, это просто дырка в стене, как жалюзи. И когда идет дождь, они ее закрывают вот таким образом. И все. А так это постоянно идет свежий воздух. Нету даже стекол. И вот здесь, друзья, я сейчас заметил выход на улицу. Написано выход, но там какие-то еще площадки есть. Давайте выйдем и посмотрим, что находится снаружи. Эвелия уже выскочила наружу. Эвелия, ну расскажи, что здесь у нас есть? О, здесь ты можешь полазить. Смотри, это детская площадка. Это специальная площадка, чтобы лазить. Давай. Лази где угодно. Друзья, смотрите, здесь просто какое-то необычное сочетание спорта всех направлений. Смотрите, есть и баскетбольное поле, и футбольное поле. Такое мини, чтобы играть, видимо, в одни ворота. Смотрите, первый раз такое вижу. Маленькое поле, мячики лежат. То есть, пожалуйста, все, заходи, играй. Ну вот, здесь какая-то площадочка. О, смотрите, воркаут. Можно турничками заниматься, пожалуйста. Турнички. Брусьев почему-то нету. Но, видимо, здесь тоже можно бегать, спринт какой-то делать. Видите, небольшой это теннисный корт. Все тоже огорожено сеткой прозрачными этими. Он и вилле уже лазит. Еще один теннисный корт. Вот такая вот классная скалолазная площадочка для ребятишек. Так, смотрите, что у нас здесь. Это площадка, не знаю для чего, наверное, для бочи. Игра в бочи это французская. Это еще теннисный корт. Еще теннисный корт. И площадка для пляжного волейбола. Ну, в общем, смотрите, друзья, все, что нужно для жизни есть. Снаружи этот центр называется так. Он называется RM-центр. открыл его Рэйк Мартиник. Это французский какой-то легкоатлет, который в свое время начал открывать такие вот центры во всех европейских городах, в Испании, Франции, в Швейцарии есть его представительство. Но я вот до сегодняшнего дня об этом, в принципе, не знал. Это нам сейчас быстренько рассказали об этом. Ну, так что такая вот интересная такая интересная экскурсия. Напишите, как вам понравилось и сейчас мы пойдем пообщаемся по поводу гимнастики. Если интересные условия, то в следующих видео уже расскажем. И вообще, Вилли, нравится тебе здесь? Хотела бы здесь остаться? Я думаю, может быть, нам сюда реально переехать. Устроиться на работу. Тебе нравится здесь, тепло? Смотри, ты лазить можешь каждый день здесь. Да, а там нет, там ничего. Да, в Швейцарии холодно, да? А здесь всегда тепло. Да, а не надо тут дождь. Да. Почему не надо тут дождя? По поводу зарплат, я пока не знаю, сколько, насколько здесь можно было бы договориться по деньгам, но я знаю, что вот, например, в отеле рабочие получают примерно 500 долларов. Это те люди, которые обслуживают отель. То есть, это горничные, уборщицы, водители, люди, которые работают там охранниками и так далее. Они получают примерно 500. Люди, которые взаимодействуют с гостями, это аниматоры, спортивные преподаватели, еще что-то, они получают примерно 1000 долларов зарплаты. Если здесь снимать жилье, примерно, я тоже смотрел, примерно, это будет 500 долларов на жилье, плюс на Маврикии так все сделано, что здесь особо пешком не подходит, что есть тут какие-то деревеньки, 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 и вот такой, например, какой-то торговый центр или спортивный центр, или отель, да, и вот в основном все люди передвигаются на машинах. Очень мало почему-то мотоциклов здесь я вижу. Вот, снять в аренду машину очень дорого, потому что машин здесь на острове не так много и конкуренция большая. Значит, снять в аренду машину примерно 400 франков, ну, начиная от 400 долларов, это минимум. Вот, и мотоцикл примерно так же, потому что на мотоциклы почему-то очень большие налоги. Вот, так что, конечно, даже зарабатывая здесь 1000 долларов, да, потому что я думаю в таких центрах как раз таких аниматоров в отеле примерно платят. В общем, друзья, сейчас будем общаться и потом будем держать вас в курсе. Всем пока-пока, удачи и берегите себя. Скажи пока, друзья.